Добрый день! И опять в студии Стопка новостей. Мы делаем обзор новостей информационной безопасности. Достойное обсуждение обсуждаем. Неинтересно обычно сажаем на кол, но сегодня у нас большая стопка новостей. После обзора мы выберем самую интересную новость сезона. И обсудим ее с предоставленным экспертом, тень которого уже входит по студии. Стопку в студию! Да она уже в студии. Патриоты или извращенцы? А это вообще можно читать в эфире? За это наказывают уже? Газета.ру. Компания Yota Device отчиталась о продажах первого российского смартфона Yota Phone. Значит извращенцы. За два месяца продаж. Компания утверждает, что удалось продать 12 тысяч смартфонов в России и в Европе. И рассчитывает, что за три месяца будет продано 20 тысяч устройств. Возможно, будущие модели Yota Phone будут более востребованы, надеются эксперты. Удачи им в руке. Но опять-таки с точки зрения теории основ маркетинга, для того, чтобы товар появился на рынке, сначала рынок надо убедить в том, что этот товар ему нужен. Я видел только один рекламный ролик Yota с премьером Медведевым. Больше его и не показывали по телевизору. Может быть, все 12 тысяч ему испарили. Может быть, им понадобится консультант по маркетингу. Я готов. К Медведеву? Подкоп под великий фаерлоуд. Сегодня ЮА. Сотни миллионов китайских интернет-пользователей не могли попасть на популярные местные веб-сайты в течение 8 часов. Вокальная проблемка, да. Время в Китае течет медленно. При попытке открыть местный ресурс, они попадали на страничку американской компании. Dynamic Internet Technology, который предлагает сервис FreeGate для обхода великого китайского фаервола. Правительство КНР опровергло слухи о кибератаке на фаервол. Неполадка была вызвана технической ошибкой, допущенной в ходе редактирования настроек фаервола. Я думаю, это был такой ханипот. Они посмотрели, а кто это зайдет на этот сайт? И оказалось, 8 миллионов китайских каких-то бедолаг. Ну, как-то не наш масштаб. Извините. У нас каждый хакер на вес золота. Доверяй, но проверяй. Портал Банки.ру. Неожиданное название. Из-за вступившего в силу статьи 9 из 161 ФЗ, у россиян есть всего лишь сутки на уведомления банка о несанкционированных операциях по своей карте, чтобы затем без проблем получить компенсацию потерь. Однако, единых требований, что считать надлежащим удалением, об операции нет. Чтобы не стать жертвой мошенников, клиенту лучше самим регулярно проверять свои счета. То есть каждый день, если сутки. Центробанк до сих пор не определил, что является надлежащим уведомлением клиента со стороны банка об операции по карте и других дистанционных операций. Значит, чаще всего раз в сутки. Ну, каждый час можно проверять, например, каждые пять минут. Будильник поставил, типа, проверил. Не забудь проверить состояние счета. Да. Вот сюда. Я думаю, тень нашего эксперта сможет прокомментировать разумность данных инициатив. Мы законопослушные. Банкоматом делали инъекции. Интересно, куда? Да. Хакеры научились взламывать банкоматы при помощи простого USB накопителя и опустошали железный сейф терминала с помощью вируса. А куда его втыкать, там ему поедет? Мошенники проделали отверстие в корпусе банкомата, получали доступ к разъему USB и устанавливали наносную программу. После загрузки отверстие заделывали. Таким образом, можно было воровать деньги из одного банкомата несколько раз, не вызывая подозрений. Слушайте, вообще это круто. Это не новость. Это какой-то ноу-хау. Радио Вести ФМ. Вот если они еще это не запатентовали, нам нужно спешить. Это будет наше просто. Это классно. То есть, в результате, теперь все банкоматы нужно срочно оставлять какую-то там, либо бронированную такую плоскину, чтобы нельзя было просверлить, либо какую-то личинку. Правильно. Теперь вместо карточки можно использовать дрель. И для тех, кто забыл свою пароль или клипинку после этой карты, носите с собой дрель. Мы покажем листиком, где сверлить, если там уже нет дырочки. Круто. Мне кажется, это вообще лучшая новость вообще. Берем хозяйки на заметку. Итак, новость у нас большой стопки всем. Мы отобрали 5 новостей. Важность этих новостей мы с Рустемом постараемся определить по 10-балльной шкале. То, что выдает нас в лидеры по опросу нашего совместного рейтинга, мы предложим обсудить приглашенному эксперту. Итак, банкоматом сделали инъекцию. Это мастер-класс. Я ее актуальность оцениваю, ну, где-то в конце списка. Пятерочка. Да, а мне кажется, это очень практическая вещь. Я бы ее оценил на 7 баллов. Давай следующую. Дело его живет? Про Готарова. Вопрос, кто будет вместо Готарова. Поэтому актуальность этой новости, мне кажется, она выходит в лидеры. Баллов 8 за это можно дать? Ну, где-то, наверное, баллов 8-9. Купил биткоин, спонсировал террориста. Вот это считаю мега важным. А мне кажется, это какой-то фейк. Те, у кого биткоинов нет, у тех это не волнует. Ну, а те, у кого биткоины есть, те их потратят в другом месте. По моей версии, это 8 баллов. А я бы дал не более 5. Это много, если ты считаешь, что это не актуально. Половинка, нормально. Доверяй, но проверяй. По ФСЗ 161. Я считаю, что это актуально. Оно влияет на конкретные деньги российских россиян. 8 баллов вполне устроит. Я бы 10 бы дал, не постеснялся. О, отлично. Взломать, купить. Интересный способ взлома. И я бы дал 7 баллов. Потому что ты спонсор этой новости, а я бы дал 0, 1. Отлично, ну и хорошо. Ну, зря спонсировал. Ну что ж, у нас по нашему субъективному рейтингу в лидерах выбралось новости про ФСЗ 161. Она набрала где-то 8-9 баллов в совокупности. И для этого пригласили в студию нашего эксперта, которого мы очень долго пытались поймать в Москве, но не смогли. Поэтому пришлось вызвать его похитить и вывести на склоны Южного Урала. Итак, у нас сегодня в студии с нами Павел Головнец. Очень приятно, добрый день. Турин новостный выбор. Новость интересна тем, что, в общем-то, из не совсем правильного посыла сделаны достаточно правильные выводы. Посыл о том, что, чтобы не стать жертвами мошенников, клиентам лучше самим регулярно проверять счета. Это действительно так. Как регулярно проверять счета? Если читать закон, то в законе написано, как договоритесь. Как прописали в договоре, так и проверяйте. Поэтому внимательно читайте, что написано в договоре с банком. Дело в том, что закон обязал банки уведомлять клиентов, но при этом никто не обязывал связистов доставлять эти уведомления до клиента. Тут, опять-таки, есть очень интересный момент. В Гражданском кодексе появилась новая глава для юридически значимых сообщений. Факт не ознакомления с ними получателей не отрицает самого факта отправки этого сообщения. Ну, на что получается теперь из-за того, что у нас свет работает плохо, у нас закон не работает? Любой банк найдет способ исполнить обязанность по уведомлению клиента. Дальше мячик находится на стороне клиента о том, чтобы подать своевременную претензию банку. Здесь не совсем правильный вывод, что всего сутки есть. Если честно, банки, лояльные клиентам, они, в общем-то, сами своей волей расширяют это окно. Другое дело, что без проблем получить компенсацию потерь, опять-таки, не совсем верный посыл. В том же законе дается от 30 до 60 дней на рассмотрение претензий. И если банк удастся доказать, что клиент нарушил какие-то права пользования своим электронным средством портежа, опять-таки, не факт, что проблем не будет. Но это тот удивительный случай, когда из неправильного посыла делаются правильные выводы. Этим мне эта новость интересна. Спасибо. Будем смотреть, что получится на экземпозакон. Поживем, увидим. Первые отчетности подали в ЦБ. Посмотрим, какие выводы будут сделаны. Большая стопка новостей подошла к концу. Новость, которую мы обсудили в этом выпуске, мы откладываем до конца года, для того, чтобы подвести итоги и выбрать главную новость года. Это значит, вы нас будете терпеть еще целый год. Спасибо вам, что у нас сейчас осталось самое приятное. Вручить приз самому активному блогеру, комментатору наших новостей. Отлично. И кто это на этот раз? Я думаю, что Евгений Радыгин. Мальчик Женя из Петербурга. Все опять Петербург у нас рулит, как всегда. За его портал Викисек, к поддержанию которого он призывает все профессиональное сообщество. Женька, все тебе. Ну, а мы ждем, что вы будете комментировать и все остальные наши новости, и самого активного комментатора ждет приз. Я Рустам Харидинов. И я Олег Седов. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok